Имя своего сына мама Маши произносит только в уменьшительной форме Димочка. Она его очень любит и никогда не жалуется на судьбу мамы-инвалида, хотя ребенок в тяжелейшем состоянии. Диме три года, но он только-только научился держать голову. Он не говорит, только нежно гулит в ответ на мамину ласку. Даже игрушки для малыша пока слишком тяжелы, не держат их ослабевшие ручки, но Машу все это не пугает. Главное, сыночек жив, а с остальным справимся, говорит она. Безусловно, это непросто. Вся жизнь по расписанию массажа, занятия, курсы реабилитации. Но все это ерунда по сравнению с ужасом, пережитым мною в роддоме, когда у Димочки прямо перед родами остановилось сердце. Я рожала долгожданного и любимого, но мертвого сына. Спасибо докторам, которые не бросили его. Помню, как я плакала и просила Господа не забирать сыночка, и мои молитвы были услышаны. Диму чудом откачали. Маме сказали, ваши слезы его воскресили. Но месяц ребенок провел в реанимации, и выписывая Апанасовых, врачи вздыхали тяжелый. Как бы вы, мамочка, не пожалели, что вымолили его. Потом было обследование и диагноз ДЦП. Я понимаю, что мой сын никогда не станет олимпийским чемпионом, кусает губы Маша. Но я люблю его. Бог помог Димочке выжить, поможет и на ноги встать. Мы работаем, поверьте в нас, пожалуйста. Ведь еще недавно его называли безнадежным, а сейчас он уже общается. Переворачиваться сам стал. А улыбается как? Это правда. Улыбка у Димки просто обезоруживающая и счастливая, от уха до уха с радостным гею и особенно, когда мама берет на руки и идет с ним гулять. Но трехлетний бутуз нелегкая ноша, а в обычной коляске Дима сидеть не может больно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.